Итоговый выпуск новостей в эфире Тагил ТВ в студии Алла Кузнецова. Здравствуйте! Я и мои коллеги готовы рассказать о событиях среды. Вначале о главных темах. Полтора миллиарда на ремонт дорог может получить Нижний Тагил в следующем году, заявил вице-губернатор. Но при каком условии? Как не угодить в капкан? Они поджидают жителей во дворах, угрожают посреди дорог, бьют по бюджету городских служб. Открытые люки. Кто отвечает за них? 90 лет юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Мария Кузнецова. Какой секрет долголетия у фронтовички? А теперь обо всем по порядку. Полтора миллиарда рублей может получить Нижний Тагил на ремонт дорог. Об этом сообщил сегодня вице-губернатор Свердловской области Сергей Носов. Но чтобы получить круглую сумму, необходимо доказать готовность освоения денег. Представить перед собой амбициозные цели не с точки зрения выпросить или напросить денег, а подготовиться и показать, что мы готовы освоить, эффективно освоить, результат будет, определенную сумму денег, я ее назвал. Дальше посмотрим. Все зависит от подготовки. Получить ли город деньги, будет понятно осенью, после окончания текущего ремонта автотрасс. Причем пока, говорили на совещании в администрации города, перспективы хорошие, подрядчики укладываются в сроки. Ремонтные работы на центральных улицах уже подходят к завершению. Так, например, движение на перекрестке Мира Циолковского планируют открыть уже на следующей неделе. Вчера мы еще раз собирались с трамвайщиками. Они, в общем-то, подтвердили, что они в течение этой недели заканчивают там свои работы. Мне нужно ровно пять рабочих дней, чтобы смонтировать плиты, уложить асфальт и открыть движение. И еще одна дорожная проблема. Как не попасть в капкан? Они поджидают жителей во дворах, посреди дорог, бьют по бюджету городских служб. Открытые люки. Какие неудобства они приносят жителям и кто за них отвечает? Александр Мешков разбирался. То есть с ребенком, с коляской очень опасно здесь ходить. Практически мы ходим на площадку. Здесь единственная оборудованная детская площадка у 117-го дома. И для того, чтобы пройти вот эти вот два дома, мы буквально совершаем какой-то бег с препятствием. От 111-го к 103-му дому на улице Зари можно пускать кораблики. Рядом как раз детский сад. Жители возмущены. Управляющие компании ЖКУ говорят, этот открытый люк не на балансе организации. Обращайтесь в водоканал. Там тоже утверждают, колодец к ним не относится. Заместитель директора водоканала по производству Евгений Захаров посоветовал жителям 111-го дома идти в администрацию города. Проблема с люками это вдоль всей улицы Зари, можно сказать. Вот конкретно Зари 103. Между третьим и четвертым подъездом отсутствовал люк долгое время. На сегодняшний день вот тут как бы лист квадратный присутствует, но он не гарантирует того, что какая-нибудь машинка влетит туда. Это точно. Крытые колодцы угрожают жителям не только во дворах, но и на дорогах. Несколько колодцев раскрыли пасти на Алтайской. В один из них недавно попала машина Евгения. Ну опасно ездить на дороге. Люк это не только, у нас по дороге везде открыто сейчас, воруют, не знаю что. Машина сломается. Особенно страшно ночью ездить. Ну днем-то видно, а ночью-то вообще страшно ездить. Чугунные крышки воруют и сдают как металлолом, говорят коммунальщики. Их замена дорого обходится городским властям. По словам специалистов, одна крышка стоит от 2 до 5 тысяч рублей. Пластиковые крышки воровать нет смысла, но и стоят они дороже. Проблему открытых люков подняли сегодня и на совещании главы города по дорогам. А здесь кто за безопасностью следит? Ну влетит товарищ, но кому-то предъявят претензию. Трагедия же. От разбитой машины до получения увечья. Это же техника безопасности в городе. Пока, кроме эмоций, решения проблемы никто не предлагает. За люки в городе отвечают и управляющие компании, и дорожники, и водоканал. Вот только зачастую службы сами не могут разобраться, на чьем балансе открытый колодец. Александр Мешков, Александр Штрау, Ольга Объедкова. Новости Тагил-ТВ. Праймерис Единой России по отбору кандидатуры на должность мэра города прошел накануне в Тагилстроевском районе. В предвыборном внутрипартийном голосовании участвовали 6 кандидатов. Из них двое на праймерис не явились. Как распределились голоса в репортаже? Праймерис в Тагилстроевском районе в зале Дворца культуры железнодорожников собрал более 300 тагильчан. 6 кандидатов каждому по 6 минут на выступление. Почему выдвинулись на пост мэра, какие вопросы намерены решать в первую очередь. Из заявившихся лично представить свои программы пришли только четверо. Сергей Носов, Виктория Гусева, Мария Лисина и Владимир Шабалин. Кандидаты Дмитрий Солонков и Владимир Инжеватов на праймерис не явились. Пост главы города для меня не является самоцелью, а лишь средством реализовать планы и идеи на благо города. Я нечиславна, полностью подчиняюсь партийной дисциплине и готова работать в команде единомышленников на благо родного города. Необходима работа с нашей молодежью, потому что это активная часть нашего населения, это активно, амбициозно, это наше будущее. Поэтому необходимо привлекать молодежь работать в общественных организациях, потому что на данный момент они не знают, чем занять себя и как реализовать, как раскрыть свои потенциальные возможности. Молодежь должна заниматься спортом. Не каждый может поехать на Гору Белую, спорткомплекс, металлург форум. Понятно же, что расследование общества, оно уже существует, это факт, поэтому и нужно развивать доступные виды спорта для всех, а не для избранных. Сергей Носов поделился с участниками внутрипартийного голосования своими впечатлениями от второй недели пребывания в Нижнем Тагеле. Отметил, городу есть чем гордиться, но и проблем немало. В центре города, говорит, отряд КАВКА может спрятаться, заросли выше головы. Дети играют в мусоре, а люди с системой ЖКХ доведены до отчаяния. Но я бы начал с тепла, я бы начал с воды, я бы начал с системы ЖКХ. Здесь уже неоднократно везде звучат проблемы с управляющими компаниями. Что нет воли навести порядок, элементарно. Воля нужна. После выступления кандидатов собравшиеся определились с выбором и направились в кабинке. Всего проголосовало 305 человек. Больше всех голосов набрал Сергей Носов. Его выбрали 276 человек. На втором месте Виктория Гусева. 56 голосов. Чуть меньше 52 у Марии Лисиной. Владимир Шабалин набрал 5 голосов. 3 у Дмитрия Солонкова и 2 у Владимира Инжеватова. Завтра праймерис состоится в Ленинском районе, в здании общественно-политического центра. К другим темам выпуска. Наркоторговца задержали на Тагилстрое. На сбытчика героина полицейские вышли через покупателя зелья. Наркоман, которого взяли с поличным, согласился сотрудничать со следствием. В тот же вечер его отправили на контрольную закупку с меченными купюрами. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по проверочной закупке Сотрудниками был задержан ранее несудимый Сумышляев в 1980 году рождения, который на глазах у понятых осуществил продажу наркотического вещества героин, после чего был задержан сотрудниками полиции. Тагилстроевский районный суд арестовал наркоторговца. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство. Сбыт или пересылка наркотических веществ». Охотников за сотовыми телефонами задержали накануне в центре города. Двое подростков отбирали у несовершеннолетних мобильники и деньги. В понедельник в парке Бондин они забрали у школьников два телефона. Потерпевшие не растерялись и сразу сообщили в полицию приметы нападавших. Наряд ППС задержал грабителей и доставил в 16-й отдел полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с данными молодыми людьми они дали признательные показания о совершенном данном преступлении. Также они дали признательные показания о совершении трех аналогичных преступлений, которые были совершены на территории района 20 июля 2012 года. Одному из грабителей 17 лет, второму 18. Сейчас им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Малолетним преступникам грозит до пяти лет лишения свободы. В ее жизни было много поистине ярких моментов. И эмоционально тяжелых, и прекрасных. Ветеран Великой Отечественной войны Мария Минеевна Кузнецова отмечает свой 90-й день рождения. В преддверии своего юбилея она полна энергии и сил. Секрет долголетия в репортаже Ольги Шульги. Вот я где. Вот это я. Этой тоже нет. Это нет. Фотографии 60-летней давности. Здесь Марии Минеевне всего 20. Им настолько и было, когда началась война. На фронт ушла медсестрой. Работала в санитарном поезде. Там и случилось, говорит, самое страшное событие в жизни – бомбежка. Налетел самолет. И опустили на нас. Поезд санитарный остановился. Поезд остановился. А он опустил две штуки. Тепы вырезали. А потом, когда все это успокоилось, и оказалось, что эти бомбы были или не зачиненные, или не разрыв. И еще, значит, какой-то получилось. Не взорвались. Тогда Мария Минеевна помогала выбраться раненым из вагона. Позднее ей присвоили медаль за боевые заслуги. Но для нее звание Ярдина не самое главное, более значимое – спасенной жизни людей. Причем помогала она раненым и после войны. Для медиков в 1945-м Вторая мировая не закончилась. А в то время очень много отправили из-за границы поездов разных на восток. Но нам повезло. И я приехала домой только в марте в 1945 году. После возвращения домой сначала работала воспитателем в детском саду, потом заведующей. Всего отдала дошкольному образованию 38 лет. Но даже после выхода на пенсию не работать не смогла. Устроилась помощником главного врача в поликлинику. Причем труд, считает Мария Минеевна, залог ее долголетия. На днях тагильчанки исполняется 90 лет. Сегодня поздравить ее пришли соцработники. В нашем отделении в третьем очень много долгожителей. 96 человек на обслуживании. Из них 4 человека, кто старше 90 лет. Наши социальные работники не только же обслуживают, что приносят продукты питания, выслушивают. Ольга Шульга, Павел Охотников, Анатолий Тютин. Новости Тегил ТВ. Такова была информационная картина уходящей среды. Далее новости спорта с Александром Сальниковым. Я напоминаю, вы можете стать соавтором наших новостей. Если стали очевидцем уникального или злободневного события, звоните в редакцию по телефону 419551. Или оставляйте сообщения на сайте телекомпании. Наш адрес тройное W tagildefis.tv.ru До встречи. Продолжение следует...